Война с агрессором Среди всех стран, открыто поддерживающих Украину, есть и Германия Вчера приняли решение, что поддержим Украину зенитными установками и гепардами Там существуют противники поставок вооружения в Украину Они считают, что подобные действия со стороны Германии втянут ее в войну и прямой конфликт с Россией Есть явные и ясные факторы, с какого момента страна становится соучастником Тогда, когда, например, мы посылаем своих солдат или закрываем небо Вот, например, это было одно из тех предложений, когда мы действительно вошли в конфликт с Российской Федерацией Поставка вооружения не является вмешательством каким-то образом в конфликт Поставки оружия Украине не приведут Германию к прямому столкновению с Россией Шольц уже более трех месяцев его отправляет Это более пяти тысяч противотанковых ракет и средств ПВО ближнего радиуса действия Это сто тысяч гранат и шестнадцать миллионов патронов Которые, безусловно, играют важную роль в защите от путинской диктатуры Однако поставки тяжелого вооружения до сих пор остаются лишь обещанием Мы попросили немецкий военно-промышленный комплекс сообщить нам, какие материалы могут быть поставлены в ближайшее время Украина просит у Германии танки, например, Леопард А1 Он производится со средины 60-х годов и на тот момент имел лучшее в своем классе нарезное орудие с длиной ствола в 52 калибра В начале этого века от танков Леопард А1 постепенно начали отказываться Дания, Бельгия, Финляндия, Италия, Нидерланды и Канада Однако не стоит недооценивать его Танк до сих пор стоит на вооружении у некоторых стран НАТО, например, в Турции и Греции За все время своего существования танк не стоял на складах у производителя, а получал глобальные модернизации В сравнении со своей первой версией у него появился теплозащитный кожух на стволе пушки Тепловизор, бортовые противоаккумуляционные экраны, стабилизатор вооружения, лазерный прицел-дальномер Быстродействующая система противопожарного оборудования, гусеницы новой конструкции Оборудование для подводного вождения, усиленная броневая защита И это далеко не полный перечень улучшений Это позорная страница в нашей современной истории Также Украина ожидает поставку БМП Мардер, что в переводе означает куница Эта машина создавалась для связки с Леопардом, потому только в паре они могут показывать максимальную эффективность Серийное производство началось в 1969 году, но эта БМП по сей день считается одной из лучших машин для пехоты Куница, как и Леопард, прошла ряд модификаций По заявлениям экспертов, сегодня ее броня способна выдержать огонь из автоматических орудий Всех российских БМП, БТР и БМД Также 1 июня Шольц заявил, что его страна передаст Украине зенитные системы ИРИСТЕ Германия не должна здесь прятаться, мы постоянно поставляем оружие С начала войны и сразу после начала войны мы приняли это решение По его словам, эти установки являются самой современной системой противовоздушной обороны из всех, что имеет Германия Они могут сбивать воздушные цели на расстоянии до 40 километров и на высоте до 20 километров Этого достаточно для обороны целых городов По данным журналистов, ИРИСТЕ должен появиться в Украине уже в ноябре Все это вооружение рано или поздно будет отправлено в Украину Однако остается главный вопрос, когда конкретно? Правительство Германии не раскрывает сроки поставок Если сейчас поставлять в Украину леопарды, их надо привести в порядок Подготовить к участию в боевых действиях Это как минимум займет несколько недель, если не дольше Надо помнить о том, что украинцы не знакомы с этой техникой, и их нужно учить Тут встает вопрос, где проводить это обучение? Сам Шольц обычно держит в тайне сроки поставок вооружения Из-за этого в Бундестаге идет раскол, и многие политики критикуют, как они заявляют, затягивание поставок тяжелого оружия канцлером Германии Предложения от немецких компаний готовы с конца февраля Сроки известны Можно было давно начать обучение украинцев управлению БМП Мардер и танками Леопард Вместо этого тянется время Вопрос поставок оружия внутри самой Германии стоит ребром Политики с трибуны обвиняют Шольца в умышленном затягивании процессов Политика федерального правительства вызывает, мягко говоря, изумление Она вызывает разочарование по поводу неясной роли Германии А еще она вызывает настоящее раздражение вами и вашим правительствам Именно так разочарование и раздражение вызывают у всего прогрессивного мира, не говоря уже про саму Украину, проволочки Олафа Шольца Зато этим проволочкам бесспорно рады российские пропагандисты, которых оружие Бундесвера в Украине очень пугает Меня огорчило то, что ты разместил у себя в телеграм-канале Вот эту фотографию назвал ее «Дороги Германии», где мы видим, как тяжелая техника, ну очевидно, куда она направляется Она, конечно, очень впечатляет, потому что задаешь себе вопрос Ну просто так, вот явно такие приборы дальнего действия, тяжелые приборы, просто так по дорогам Германии не передвигаются Очень хорошо